Вернемся к благоустройству. Некоторым муниципалитетам в этом вопросе помогает фонд будущих поколений. До конца 2016 года в 15 муниципалитетах республики установят общедоступные спортивные и детские площадки. Подробности в следующем материале. Столица еще может похвастать наличием общедоступных спортивных площадок и тренажеров. А в районах и улусов с этим обстоит немного хуже. А между тем это отличная форма оздоровления населения республики. Это понимают и в фонде будущих поколений. В этом году разработали и начинаем реализовывать масштабную программу, которая называется «Во имя будущего». Программа рассчитана до 2020 года. В рамках этих мероприятий мы реализовываем в этом году приобретение и установку детских игровых площадок, приобретение уличных спортивных тренажеров и приобретение спортивного покрытия для занятия физкультурой и спортом в муниципальных образованиях. Сейчас муниципалитеты решают вопросы с землей, причем у фонда будущих поколений было одно очень важное пожелание. И особенность в том, что они должны быть установлены не на территории школ или детского сада, а на общедоступных территориях, чтобы население этого населенного пункта имело возможность там потренироваться, независимо от возраста, возможностей и так далее. Современные детские игровые площадки – это всегда украшение любой территории. В проекте «Энергия и движение» фонда будущих поколений предусмотрены и детские площадки. Я думаю, что наша программа будет способствовать и благоустройству населенных пунктов, установке детских площадок, спортивных сооружений. Она, конечно, будет сказываться очень позитивно на населенный пункт. Всего на данный проект фонд будущих поколений заложил финансирование на сумму свыше 11 миллионов рублей. Что ж, отличное подспорье для благоустройства республики.